Дрифт в центре города. Областной турнир на теннисных кортах «Адмирал». Приборы учета напомнят о себе сами. Эти и другие новости в программе «Воронеж. События. Факты» в студии Лилия Анн. Здравствуйте. Международные новости США ведут экономическую войну с Китаем, считает самый опасный политехнолог США по версии агентства Bloomberg, главный советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Беннон. «Для меня экономическая война с Китаем – это все, и мы должны быть маниакально сфокусированы на этом. Если мы продолжим это упускать, через 5-10 лет может произойти перелом, после которого мы уже никогда не сможем восстановиться», – заявил он в интервью «Американ Проспект». По словам Беннона, политика Пекина по проблеме КНДР нужна только для отвлечения внимания. По Корее они просто отвлекают нас. Это отвлекающий маневр, сказал Беннон. Чтобы не допустить гегемонии Китая, советник Дональда Трампа предлагает обратиться к разделу 301 американского закона о торговле, который позволяет президенту вводить санкции против стран, нарушающих международные торговые договоры. План Беннона нацелен на борьбу с копированием технологий американских корпораций, работающих в Китае, и демпингом цен на железо и алюминий. Ранее, 14 августа, президент США Дональд Трамп уже уполномочил своего торгового представителя изучить необходимость проведения формального расследования торговой политики Китая, способствующей нарушению интеллектуальных прав и утечке технологий американских компаний. В свою очередь, Министерство коммерции Китая сообщило, что власти КНР не будут бездействовать, если США предпримут какие-либо односторонние меры под предлогом защиты интеллектуальной собственности. Российские новости. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Московской области после проверки возбудило дело по признакам нарушения закона об основах государственного регулирования торговой деятельности в отношении торговых сетей «Магнит» и «Дикси». Различные требования по выплате вознаграждений, прописанные в договорах компаний с поставщиками продовольственных товаров, создали, по мнению ведомства, дискриминационные условия для поставщиков и поставили их в неравное положение по отношению друг к другу. Напомним, первые конфликты между представителями розничной торговли и поставщиками продовольствия возникли на заре развития сетевой торговли в России. Уже тогда производители стали обвинять сетевиков в навязывании невыгодных условий, но в начале 2000-х доля крупной сетевой торговли в стране была невысокой. Предприятия легко сбывали свою продукцию небольшим магазинам на рынке в ларьки и уличным торговцам. Сегодня сетевой монополизм стал очевидной реальностью. По мнению аналитиков, кроме инфляции на продовольственном рынке, которая вызвана именно монополиями, монополизм в розничной торговле ведет к невозможности местным сельхозпроизводителям продать свой продукт. Кстати, на Западе по этой причине ограничивают строительство гипермаркетов в городах и тщательно сохраняют независимые магазины и магазинчики. Ибо производить имеет смысл только то, что реально сможешь продать. Отдавать контроль над тем, что продавать и, следовательно, производить малые кучки людей неразумно. Тем более, что почти все торговые сети в России, по крайней мере формально, принадлежат иностранным владельцам. К происшествиям в регионе сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городу Воронежу провели проверку по факту размещения в сети интернет видеоматериала, на котором водитель иномарки устроил дрифт в центре города и привлекли нарушителя правил дорожного движения к административной ответственности. Подробности в сюжете нашего корреспондента. В марте этого года суд Москвы по медицинским показаниям навсегда лишил водительских прав стритрейсер Шумару Багдасарян, который устраивал гонки на Геленвагене, в том числе с приятелем возле МГУ. Ведущий игрок сборной России Александр Кокорин на желтом ломбардине с номером ХАМ-009 рассекал по встречной полосе и был лишен прав на 4 месяца. Дурной пример заразителен. В Воронеже недели ранее 23-летний экстремал с угрозой для машин и людей, совершал дрифт на Мазде РЭКС-8 возле ВГУ и выложил видео в интернет, за что и поплатился. По данному факту сотрудниками Госфотинспекса проведена проверка. Было установлено, что за рулем автомобиля МАЗа находился 23-летний житель города Воронежа. Данный гражданин был вызван в городской отдел ГИБДД. Для привлечения административного регламента на водителя составлен материал по части 1 статьи 12.15 КОАП РФ. Водителю написан материал на 1500 рублей. Также с ним проведена профилактическая беседа. Данный гражданин впредь пояснил, что больше не будет так делать и не знал, что действительно это может угрожать опасности. Если вы заметили экстремальное вождение, которое угрожает жизни и здоровью горожан, звоните в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02, просто 02, воспользуйтесь сайтом ГИБДД в разделе приема обращений, а также... Вы можете отправить нам видеозапись, например, среди регистратора автомобиля, для того, чтобы мы могли привлечь водителя к административной ответственности. Также для этого там обязательно должна быть написана дата, когда это было, время, когда это происходило, для того, чтобы мы смогли провести проверку и выявить действительно нарушение. К новостям региона. Общая задолженность по жилищно-коммунальным услугам в России перевалила за триллион рублей. Из них примерно половина долги населения, сообщил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Минь. Министр отметил, что 94% граждан исправно оплачивают счета. Однако такая платежная дисциплина не всегда встречает отклик со стороны управляющих компаний. Наш очередной сюжет в постоянной рубрике «Карта воронежских неблагополучий» из города Семилуки. Один из крупнейших операторов на рынке коммунальных услуг в городе Семилуки – компания «Развитие». Не так давно ей удалось с нарушениями закона выиграть торги на право водоснабжения рядом многоквартирных домов города, а также на водоотведение. Однако пришлось столкнуться с противодействием общественности. Мною в конце 2015 года было подано заявление и обращение в антимонопольную службу, в которой я прямо указал, что было нарушение таких условий антимонопольного законодательства, как проведение торгов без объявления на сайте. И по результатам этих торгов выиграла одна фирма, именно «Развитие» по водоканалу. Антимонопольная служба признала нарушения за администрацией города и выдала предписание об устранении. Тем временем «Развитие» успешно работало на ниве предоставления коммунальных услуг. Что они сделали за это время? Проработали они почти три года. И единственное, что они только выжимали деньги из населения, брали плату за так называемые услуги, которую, естественно, депутаты городского совета утверждали, размер этих ставок, оплаты. А в результате ничего они и не вкладывались. Вот если даже сейчас мы проедем по городу Семилуки, вот сегодня, очень большая часть, ну, можно так сказать, верхняя часть города сидит без воды. И в самом деле, как раз сегодня в Семилуках наступила засуха. Вот воды нет. Воды нет. Трубы сломаны. Вот и вся управляющая компания. Чья беда? Компания или город? Или власти? Поехали. А давно воды-то нет. Вторые сутки. Это один из проблемных домов. Дом номер 32, дробь 1 по улице Курской. Обслуживается управляющей компанией развития. В действительности в Семилуках работают две компании с названием «Развитие». Ну, одна «Развитие» – это ООО «Развитие», вот, у которой именно водоканалом занимается. И другая у нас есть управляющая компания «Развитие». Ну, по-моему, я глубоко убежден, что там именно одни и те же лица заинтересованные и поддерживаемые администрацией. Вот. Ну, тем не менее, с водой все понятно, никаких вложений нету, можно сказать. Все рвется, ремонтируется по чуть-чуть. Ну, а если вот проедете вы и посмотрите на фактуру нашего города, управляющей компанией «Развитие», на которой висит содержание жилфонда, мусор, уборка, пожалуйста, к любой мусорке подъедьте, где именно стоят контейнеры. У КО «Развитие», грязь, крысы, мыши, кошки, это все разносится в жару, в зловоние. Ну, это просто невыносимо. Конечно, все жалуются людей. И у нас еще дорога, поглядите, какая. Можно ноги поломать все, хотя мы платим за все, и за коммунальные услуги, и за обслуживание, и за что мы только не платим. У нас 4 или 5 квитанций, мы нам приносят. А дороги можно ноги поломать. И проблема не только с дорогой у дома. По этим деревянным островкам у подъезда люди пробираются домой в ненастную погоду. А что касается вывоза мусора, то он, мягко говоря, нерегулярный. Это площадка на улице Чапаева. А по соседству, на улице Движинского, рядом со спортплощадкой и детским садом, ситуация еще хуже. Там горы вообще. Я не знаю. Раз в неделю, может быть, это получается вывозить, а больше нет. Ну, в общем, ужасное. Ужасное положение. Вячеслав Запорожец, Дмитрий Хлебный, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-9406. Мы ждем обратной связи от вас. На этой неделе на теннисных кортах «Адмирал» стартовало первенство Воронежской области среди девушек и юношей до 15 лет. Турнир проходит в рамках российского теннисного тура. Сегодня уже были сыграны полуфиналы, а завтра пройдут финалы и награждения. Подробнее в сюжете Анастасии Житких. Сегодня здесь в рамках российского теннисного тура принимают участие 53 участника из разных городов. Это девушки и юноши от 12 до 15 лет. Турниры такого масштаба проводились в Воронеже еще с 2000-х годов, но только раз в год. На сегодняшний день все соревнования города и области проводятся в рамках РТТ. По итогам таких областных турниров подводятся результаты и лучшие игроки приглашаются для участия в первенстве России. Чем больше побед, тем больше очков. Сегодня к нам приехали игроки с Москвы, Московской области, Липецка, Старого Оскола, Белгорода, ну и других городов. А сейчас практически все соревнования первенства города и первенства области мы проводим в рамках российского теннисного тура. Первенство города – это на зимние, осенние, весенние каникулы. А первенство областной турнир – это в летнее время, когда больше кортов и больше возможностей. Не только ребята, но и их родители все дни турнира проводят на кортах. Они вместе с детьми здесь с самого утра и до последнего матча, болеют за своих и смотрят игры возможных соперников. Я уже адаптировалась к этому, я уже могу смотреть, я уже даже могу не нервничать, адекватно воспринимать все, что происходит. Поначалу, конечно, когда я играла, скажем так, старшая, мы тоже все это проходили, и нервы, и эмоции зашкаливали. Данный турнир хорошего, высокого уровня, так как здесь представлены дети из сборной России. И особенно для наших детей, которым по 12 лет, для них уровень это очень хороший. Поиграть со старшими детьми с 2003 года, детками, это очень им интересно, и для опыта это очень полезно. Ксюша и Слава уже более 6 лет занимаются большим теннисом. Ребята вместе тренировались, так и познакомились. На этом турнире они играют не только одиночные матчи, но и микс. Это парная игра, где на одной стороне корта играют юноша и девушка. Сначала просто искали, ну, каким спортом заняться, потом очень втянулся, и вот теперь очень с радостью играю. Оскол, Тула, Белгород. Я помимо РТТ играю-то я. Европейский? Да, европейский турнир. В Македонии играла, заняла 3-4 место. Еще я играла в Австрии, в Германии. Ну а 18 августа с 11 часов утра пройдут финалы у девушек и юноши и награждения победителей. А все желающие могут прийти поболеть. Анастасия Житких, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Если вы поставили приборы учета в своей квартире и забыли о них, то однажды они сами о себе напомнят. В квитанциях на оплату коммунальных услуг стоит внимательно смотреть не только на цифры, которые отражают объем полученных ресурсов и сумму к оплате, но и на другую не менее важную информацию. Чем оборачивается наше невнимание? Об этом в нашем следующем сюжете. Около 30 тысяч воронежцев получили квитанции, в которых суммы начисленной заводоснабжения значительно превысили привычные собственников жилья значения. Нет, это не тарифы взлетели до небес, это гражданам насчитали потребление воды по нормативу, а не в соответствии с показаниями счетчиков. В каком случае прибор учета не будет браться во внимание, если закончился межповерочный интервал? Дело в том, что приборы учета необходимо поверять. И в соответствии с существующим порядком расчетов, 354-м постановлением правительства Российской Федерации, это обязанность собственника, который и выставляет показания прибора учета. Как правило, в квитанциях на оплату коммунальных услуг есть информация и о сроках поверки ваших приборов учета. Это неважно, когда вы купили квартиру. Дело в том, что с момента изготовления этого прибора начинается отчет срока поверки действия этого прибора. Если вы потеряли паспорт, это плохо, конечно. Обратите внимание на то, что прибор горячего водоснабжения поверяется раз в 4 года, прибор холодного водоснабжения раз в 6 лет, если у вас иное не записано в паспорте, который вы обязательно должны хранить дома. Если гражданин сам предупредил поставщика ресурсов о сроках поверки счетчика, то санкций не будет. Однако, если его неоднократно информировали об окончании сроков поверки прибора учета, а он игнорировал эти предупреждения, то переход на повышенную оплату по нормативу неизбежен. Следите обязательно за вашими приборами учета, проводите поверку вовремя, но обращайте внимание на то, что вы имеете право пригласить к себе организацию, которая будет проводить поверку, лицензированную к этой деятельности. ООО РВК «Воронеж» поставляет вам воду. Соответственно, в платежном документе есть контактные телефоны, с кем необходимо связаться в том случае, если у вас возникают вопросы. Опломбировка прибора учета, к примеру, поверка прибора учета. Как правило, РВК «Воронеж» работает с подрядными организациями, лицензированными к этому виду деятельности. По телефону вам обязательно подскажут, поставят на очередь, скажут, в какой период времени к вам придут, для того, чтобы провести поверку. После поверки обязательно нужно поставить в известность о ней поставщика ресурсов, и тогда ваши взаимоотношения с ним вернутся в конструктивное русло. Вячеслав Запорожев, Дмитрий Хлебный, 41 канал. А теперь о погоде в Воронеже и области. Спонсор прогноза погоды – компания по изготовлению фильтров для очистки воды «Барьер». Мы с вами создатели идеальной фигуры. И с теми, кто о ней не беспокоится. Мы с теми, кто готов погрузиться в неизведанное. И с теми, кто этого не боится. Фильтр «Барьер» очищает воду лучше, а значит, лучше заботиться о вашем здоровье и бодрости. Фильтры «Барьер» для наполненной жизни. 18 августа по народному календарю «Евстегней-житник». На «Евстегнея» было принято заклинать жнивы. Рано утром выходили в поле и просили мать сырую землю унять всякую нечистую годину от приворота, оборота и лихого дела. «Евстегнея» в день полагалось замесить ячменный хлеб из первого намолота. Для крепости тела ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Связки лука развешивали и в комнатах для очищения воздуха. По погоде на «Евстегнея» судят о том, каким будет декабрь. А синоптики 18 августа обещают на всей территории Воронежской области ясную и жаркую погоду. Особенно жарко, плюс 32 градуса, синоптики обещают жителям Росоши, Павловска, Острогорска и Богучара. На 1 градус ниже столбик термометра поднимется в Хохле, Семилуках, Рамоне, Лисках, Бутурлиновке, Борисоглебске, Боброве и Нижнедевицке. В Воронеже также ожидается ясная погода, температура воздуха 30 градусов тепла, ветер восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире 41 канала. Редактор субтитров А.Семкин